МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И применение справочника строительно-монтажных работ в ПАО Новотек. Ну, собственно, второй слайд. Опыт создания и внедрения ресурсной методики расчетов стоимости. Исторически так сложилось до 2011 года. В ПАО Новотек подходы к ценообразованию не регламентировались. Ну и, соответственно, существовало несколько вариантов определения стоимости строительства, которые, собственно, представлены на слайде. Если их перечислить, то это, естественно, по итогам переговоров с претендентами на основе рыночных расчетов конкурсных торгов, посметной документации, на основе стоимости объектов-аналогов, а также путем экспертной оценки стоимости заказчикам. В целях применения единообразного подхода к определению стоимости в 2011 году в ПАО Новотек было принято решение узаконить ресурсный метод, в результате чего, собственно, утверждена первая версия нашей методики, которая подлежала, естественно, в дальнейшем актуализации. По результатам завершения реализации ряда инновационных проектов и объектов строительства на основе ресурсного метода, в 2015 году наработана база данных с более чем 100 тысяч позиций, применение которой, собственно, для оценки стоимости становится затруднительным. Таким образом, у нас возникла идея унифицировать подходы к применяемым расценкам, в результате чего в 2016 году был разработан и введен справочник укрупненных видов СМР, но, наверное, подробнее на котором остановлюсь на следующих слайдах. На слайде 3 отражены возможности нашей ресурсной методики расчетов стоимости строительства. По итогам вышеупомянутой базы данных построенных объектов определена тарифная ставка человека-часа, машина-часа, нормы накладных расходов, сметные прибыли, процент ремитированных прочих затрат, а также порядок определения стоимости СМР, МДР, которые закреплены в методике. При этом для определения количества необходимых ресурсов, машин и механизмов возможно применение также различных способов, представленных на слайде. Ну, собственно, это по ведомости объемов работ, по смертной документации, также по объектам аналогам, экспертная оценка или индивидуальная смертная норма. Использование данных способов также, собственно, у нас указаны методики, на которых мы также периодически можем основываться, базироваться для формирования расчетов. В результате полученных данных на основе методики формируется собственная оценка стоимости и переговорная позиция при выборе подрядной организации, которая зачастую ниже смертной стоимости по базисному и индексному методу, в среднем на 20%. Ну, собственно, это практически все виды работ, связанные с обустройством месторождения, линейные, площадочные объекты. А также по отдельным видам работ до 50% достигаем экономии, ну, в частности, если, например, буро-зрывные работы при строительстве гидротехнических сооружений, гидронамыв грунта. Кроме того, по методике также возможно определение стоимости СМР по работам, отсутствующим в действующей смертной нормативной базе. Ну, это понятно, что тут существуют различные способы, ну, например, произвести расчет трудозатрат путем экспертной оценки, также, да, путем хронологии, формирования техкарт и прочего. Ну, на основании изложенного наша стоимость, собственно, в компании представляется для нас оптимальной. Четвертый слайд. Разработка и внедрение справочника укупленных видов СМР. Как отмечалось ранее, в связи с большим количеством позиций работ по базе данных компании, проведение оценки стоимости стало затруднительным. В целях унификации подходов, сокращения времени на оценку затрат, а также анализа технико-коммерческих предложений претендентов, в августе 2016 года внедрен справочник укупленных видов СМР с более тысячи позиций расценок. Это на базе первого этапа. В процессе разработки справочника у нас возникла необходимость в конкретизации перечня работ по укупленным видам и позициям, которые были выведены, естественно, по ГЭСН, верифицированы с базой аналогов по данным компании и адаптированы в качестве талонных цен. Таким образом, существенно сократилось время оценки стоимости с нескольких дней до нескольких часов. С учетом оптимального количества позиций справочник был интегрирован в корпоративную систему управления проектами капитального строительства на базе 1С ERP. Ну и, собственно, все дочерние общества компании работают в едином информационном поле данных. Ну, собственно, представлен пример определения стоимости СМР по методике и справочнику. Левая часть. Приведена часть расчета стоимости по линейному объекту. По проектной документации структуре видов работ по справочнику сформирована объемная часть. Вот это вот левое облако. На основании эталонных трудозатрат, рассчитанных по справочнику, сформированы ориентировочные трудозатраты по видам работ. В основании ресурсной методики сформирована стоимость, стоимостная часть. Это правая часть слайда расчета. Ну, собственно, дальнейшие наши планы и перспективы. В качестве совершенствования ресурсной методики в дальнейших планах рассматривается вопрос об актуализации тарифных ставок и стоимости машин на часах с учетом, естественно, инфляционных процессов, ну и данных Минстроя. Также планируется включение в методику коэффициентов, учитывающих условия производства работы, влияющих на стоимость объекта в целом. Ну, собственно, по мере выхода и развития федеральной системы, государственной информационной системы ценообразования в строительстве, планируется также провести сверку данных ресурсной методики нашей компании и данных федеральной системы. Также в планах имеется возможность, планируется проработка возможности включения в методику коэффициентов, учитывающих удаленность объектов. Ну, на текущий момент удаленность учитывается у нас только для логистики в плане закупки МТР, причем зачастую индивидуально. В отношении справочника продолжаем вести анализ данных по позициям, видам работ в части трудозатрат. Дополняются новые виды работы, исключаются неиспользуемые, ну и планируется загрузка справочника в, собственно, сметный программный комплекс. Опять же, для дальнейшего сокращения времени проверки и формирования расчета стоимости. По мере развития нашей системы 1С ERP и системы календарного планирования планируем получить фактические трудозатраты, также в соответствии с которым уточнить справочник в процессе наработки новых фактических данных. В течение двух-трех лет планируем организовать работу в собственной введенной системе определения стоимости инвестпроектов, планирования программы капитальных вложений, учета и отчетности по ней, а также формирование расчета стоимости СМР на торги. Продолжение следует...